Здравствуйте! В эфире программа подробностей. Сегодня подробно будем говорить о делах судебных в нашей студии. Председатель Рязанского областного суда Елена Сапунова. Елена Владимировна, добрый вечер. Здравствуйте. Первая женщина в качестве главы Рязанского облсуда за 150 лет. Вот такой вот статус, на самом деле, наверное, ко многому обязывает. Первые месяцы в этом качестве, как обвыклись, уже освоились. Ну, поскольку в судебной системе с 24 октября 1991 года был статус судей, меняется только что. Да, компетенция и полномочия, которые сейчас возложены. Ответственность. Бесспорно. Она становится больше. Отвечаешь не только за себя, а не только, допустим, за районный суд, в котором работают судьи, в котором, например, я работала раньше, да, отвечаешь за судей области. Ну, морально, может быть, отвечаешь, да, за вынесенным решением. Принимаешь, может быть, какие-то критические замечания в адрес всей судебной системы, а не себя одной, когда становишься председателем областного суда. Это очевидно, это понятно. Это ответственно. То есть ответственности стало больше. Это ответственно. И вот в связи с этим, ну, скажем так, не подводит коллеги единственную женщину за 150 лет истории? У нас очень хорошие судьи в Рязанской области. И об этом говорят и результаты их работы. Тяжело держаться в судебной системе тем, кто, вот, как бы слабоват, да, чисто моральных качеств, чисто человеческих качеств, у которого нет такого, ну, не знаю, какой-то уверенности в собственной правоте, да, в стремлении быть беспристрастным при разрешении спора. Вот это очень сложно. Поэтому, как правило, сто люди тут очень стойкие, очень мужественные. Ну что ж, теперь, я думаю, все наши телезрители сегодня увидели, что у нашей Рязанской Фемиды прекрасное лицо. Женское. Теперь о серьезном. Елена Владимировна, на самом деле, всякий раз, когда новый человек возглавляет учреждение, я не знаю, там, фирму и, в общем-то, систему, в нашем случае судебную систему Рязанской области, новый человек строит свои планы, свои задачи. У него свое видение происходящих процессов. Ваше это видение, кардинально ли, отличается от того, что было при предшественниках, или же продолжаете двигаться в том же духе? Мы продолжаем двигаться в том же духе. Ведь судебная реформа была начата в 91-м году, да. Ну, 20 с лишним лет – это достаточно много, много сделано. Теперь только речь идет о том, чтобы развивать эту судебную систему. И, конечно, ни о каких кардинальных там изменениях речи быть не может, потому что, в принципе, у нас создана основная независимая, самостоятельная судебная система. Она существует. Вот главная задача в рамках этого – как себя введите? Вообще, с точки зрения правосудия, что такое член правосудия? Это качественное и своевременное рассмотрение всех дел, да, уголовных, гражданских или административных. Это основная задача, что бы там ни говорили. Побочно, конечно, но оказывает и воспитательное воздействие, и на участников процесса, и на стороны, и на граждан, которые там приходят в суд и видят, что происходит в суде. И принимаем активное участие мы и во внепроцессуальные действия, да, в действиях известный вам проект – это знакомить судебную систему для школьников. То есть и в этом роль суда есть. Но основное все-таки – это осуществление правосудия. Это качественное и своевременное рассмотрение тех дел, которые подсудны судам общей юрисдикции. Давайте попробуем проанализировать, насколько хорошо это получается, и лучший пример, наверное, итоги 2014 года, которые уже подвели. Вот каким был 2014 год в целом и с точки зрения именно качества судебного правосудия? Если мы будем говорить о судах Рязанской области, то в Рязанской области в 2014 году рассмотрено больше 115 тысяч уголовно-гражданских административных дел судами общей юрисдикции. То есть это районными судами и мировыми судами. На самом деле колоссальная цифра. Получается, каждый десятый человек Рязанской области поучаствовал в этих процессах. Много. Если сравнить, допустим, с количеством дел рассмотренных 10 лет назад, мы посмотрели статистику, это в два раза больше. В два раза больше. Конечно, отрадно, что это не за счет увеличения уголовных дел, да, уголовные дела все-таки это совершенно иные правоотношения. За счет гражданских и за счет административных увеличится количество рассмотренных дел. Если мы говорим о вынесенных или постановленных там судебных решениях, постановлениях по административным делам, то обжалуются в вышестоящий суде-то совершенно небольшой процент. Порядка 7% обжалуются гражданских, 8% уголовных это в районных судах, а в мировых суде еще меньше. 2% уголовных, 0,1% гражданских и один с небольшим процентом административных дел. Это очень маленькое количество обжалуемых решений. Значит, судьи принимают эти решения? Конечно, трудно согласиться, может быть, с тем, что все согласны с принимаемым решением, но все-таки, да, если сторона другая, которая отказала в иске, допустим, или не полностью удовлетворила ее требования, или, наоборот, истец, которому отказали в иске, согласился с принимаемым решением, не стал его обжаловать, значит, все-таки это решение было принято. Ну, на самом деле, вот цифры, как говорят сами за себя, и вот рост количества рассматриваемых гражданских дел, наверное, это все-таки признак доверия к судебной системе, потому что люди обращаются в суд, хотели они того бы или не хотели. И если обращаются, значит, суду все-таки доверяют. Это рост правовой культуры граждан. Наверное, да. Как бы нам ни говорили, что цифры сами по себе еще не показатели, это показатель. Мы никуда не денем. Статистика все-таки вещь упрямая. Люди верят в то, что они найдут судебную защиту. И обращаются в суды. Другое дело, что меняется, может быть, категория дел в определенные периоды времени, в том числе и работы судов. В один период времени рассматривается одна категория дел, в другой период другая на первый план выходит. Сейчас, например, очень большой процент – это жилищных споров, в которые, конечно, включаются требования взыскания зарплатных, вернее, взыскания коммунальных платежей за жилую площадь, за коммунальные услуги. Очень большой процент. Наверное, один из самых больших. В общем, вообще в структуре. Взыскана позапрошлый год в судах, опять же, мировыми районными судами, порядка 150 миллионов вот этих вот сумм. На второе, наверное, место выходит – это налоговые платежи, неуплата налоговых платежей. Это, конечно, семейные правоотношения, расторжение брака, взыскание алиментов. Но они всегда были, преобладали в судах, особенно у мировых судей. Много дел, связанных с рассмотрением мысков о защите прав потребителей, взыскании страховых платежей с автовладельцев транспортных средств, вот когда вред причинен двумя источниками повышенной опасности, там, допустим, результате дорожного транспортного происшествия. Вот эта категория дел, по сравнению, допустим, даже с 2013 годом, возросла в два раза больше, Хотя, конечно, обидно, ведь по существу закон Табасага, да, в обязательном страховании это гражданская ответственность, он принимался как раз другой целью, чтобы в судах было меньше дел. На самом деле все получилось совершенно по-другому. То есть человек все равно идет в суд, как в конечную инстанцию, и именно судебное решение является основным. И вот нужно сказать, что по искам о взыскании страховых платежей, о взыскании, допустим, сумм по закону о защите прав потребителя при рассмотрении этих споров, удовлетворяемость очень большая, порядка, наверное, 85-90%. Удовлетворяются требования, из сов о взыскании, допустим, с продавца или с производителя, или с лица, который оказывает услугу, сумм денежных, за некачественно предоставленную услугу, некачественно проданный товар. Также и по договору о Басага тоже очень большие проценты удовлетворяемости, порядка, наверное, 90%. Елена Владимировна, а что касается вот тех решений, которые принимают здесь, в Рязани, наши судьи, которые потом обжалуются в вышестоящих инстанциях? Высок процент, скажем так, удовлетворенных касаций, дел, которые потом повторно, вторично возвращаются в суды первой инстанции? Ну, если мы говорим, что решение мировых судей обжалуется в районный суд, решение районных судей в областной суд, и после этого они вступают в законную силу, потом вступает другая стадия обжалования, уже более такая строгая стадия, скажем, где нельзя переоценивать доказательства, нужно только смотреть, насколько правильно применен материальный или процессуальный закон. Может быть, конечно, это сейчас для зрителей сложно это услышать, но чтобы они понимали, все вопросы решаются в первую очередь, правовые, в суде первой инстанции. Именно туда они должны представлять доказательства, именно там они должны обосновывать свою позицию. Потом уже как бы в апелляции еще можно тоже поспорить, представить доказательства, если в суд первой инстанции не смог представить их по какой-то причине, или суд отказался их принять. То, что касается следующей касационной инстанции, там уже представлять доказательства нельзя. Вот в этом может быть определенная проблема для тех, кто приходит в суды и этого не понимает. Если мы возьмем процент отмены судебных решений, то вот если взять всю совокупность судебных решений, которые были вынесены судами Рязанской области, допустим, по гражданским делам в прошлом году, то было отменено вышестоящей судебной инстанции только около 5%. Это же небольшое число. То же самое касается уголовных дел. Порядка 6% составляет процент отмены. Но что нужно иметь в виду, что, допустим, по сравнению с прошлыми годами, после того, как у нас снесли изменения в гражданском процессуальном уголовном процессуальном кодексе, когда у нас появилась апелляционная инстанция, уже после отмены судебных решений, дела на повторное рассмотрение, допустим, к мировым или к районным судям не возвращаются. Решение принимает апелляционная инстанция по существу. То есть сокращается, да, вот этот вот период вступления решения в законную силу. Ну что же, опять цифры на многом говорящие действительно о качестве принимаемых судебной системой Рязанской области решений и о качестве работы судей. Действительно получается, что, вот если так в сухом остатке проанализировать те данные, которые сейчас прозвучали, в целом система работает более чем нормально. Да, я совершенно в этом уверена. Причем это не только мое мнение, да. Не только мнение может быть Вячеслав Михайловича Лебедева, который говорил о том, что на совещании, которое проходило в феврале, совещание председателя областных, краевых, верховных судов. Он говорил о том, что суды работают качественно, с высоким качеством, обеспечивают своевременное осуществление права судья. Но об этом было сказано и Сергеем Борисовичем Ивановым, который выступал на этом совещании, которым сказал, что да, судебная власть, она существует, она работает оперативно, она работает эффективно. Поэтому эта оценка не только наша, но и оценка других лиц. Спасибо вам, Елена Владимировна. Я хочу пожелать дальнейшей такой же плодозборной и, главное, качественной работы. У нас в студии была Елена Сапунова, председатель Рязанского областного суда, единственная за 100 последних 50 лет женщина, которая возглавила судебную систему Рязанской области. Это была программа подробностей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова